Привет друзья! Пришли мы с Сашей из Валберис, где я заказала вот такой вот аккумуляторный триммер Zitra Greencourt 20, совершенно незнакомая, просто погнались за дешевой ценой. Не знаю, чем это выльется. Гонка за дешевкой, как обычно, наверное, выльется в какой-нибудь фигню. 139 рублей он стоил. Подкупила то, что здесь аккумулятор 2 штуки, но заряжается он как-то странно. Ну, мы на Валберисе там уже открывали, конечно же, проверяли все, что есть в наличии, потому что надо всегда проверять на месте. Там камера, под камеру все проверяешь, мало ли что там так-не так. Так, сейчас откроем фону, откроем. Я так не люблю вот эти вот непонятные открывачки, которые не достаются. Аккумулятор, кстати, похож очень чисто с виду только на мой, от моей косилки, но это только чисто с виду. Я вот так вот интересно смотрю, а вдруг он зайдет. Не, наверное, не зайдет, не так устроен. Вот такие два аккумулятора, упакованы красивенько в пакетики. Так, дальше. Сама вот такая вот косилка. Ну, я думаю, она, наверное, удлиняется. Видите, здесь есть вот стрелочка, наверное, нажать. Ну, потом посмотрим, когда будем собирать, косить. Скорее всего, штурочка удлиняется. Ну, такая хлипенькая, что такое, пластиковая, короче. Так, леска есть вот такая в комплекте, две штуки. Вот. И вот эта штука, короче, как заряжается аккумулятор. Не через зарядное устройство, такое типа, как база, а просто. Есть такая пимка, а там есть дырочка, в которую просто вставляется и включается в розетку. Ну, как-то тоже странно, сразу от 220. Вот, видите, есть такая штука, в которую вставляется вот эта штука и в розетку сразу. Не знаю, не знаю, не знаю, первый раз такое вижу вообще-то. Как оно будет работать? Производство Китай. Однадцатый день. Вот такая штука. На ней была вот эта штука одета. Ничего не поломалось, не повредилось. Так, есть вот такой паспорт. Гарантия год. Сказал продавец, что если что-то там какие-то эти, то составляете предъяву, связываетесь и с продавцом, и там разбирается. Короче. Даже есть вот такая вот села, типа, как куста-рес, видите, металлическая. Не знаю, такая маломощная. Может она еще что-то и пилить. Вот такая штука есть. А, это держатель, где держаться рукой второй. Как-то ж надо его будет пристроить. Вот это. Даже не знаю, что. Как сюда резку наматывать, непонятно. Ладно, надо разбираться, паспорт изучать. Таких штуки вот две тоже. Вот эта штука, это, которая вот защищает, чтобы на себя не летела трава, ничего не отскочила. Ну, такая маленькая. То есть, площадь среза очень маленькая. В моей котелке была, наверное, там, не помню сколько, может, 20 с чем-то. А тут, наверное, 15 сегодня. Так. И еще в комплекте есть ножи. Не знаю, никогда ножами в жизни не косила вообще без понятия, что это такое. Так, открываем, смотри. Есть тут, короче, в комплекте есть ключ, которым нужно скручивать. А где ключ? Вот ключ есть. Вот такая штука есть. И гаечки. Прокладка какая-то есть. Какая-то еще штука есть. Вот такие пластиковые есть ножи. Ну, это типа, наверное, как, ну, заменитель лески. Какая-то маленькая штучка на гробер. Похожая. Да. Вот таких четыре пластиковых. Пять. Пластиковых ножей. И есть еще вот такие металлические ножи. Не знаю, никогда таким не пользовалась. Даже не представляю, как это будет выглядеть. Ну что, друзья, будем пробовать собирать. И что я вам хочу сказать. Эта конструкция мне абсолютно уже не нравится. Это, я не знаю, каждый раз говорила, не склоняйся к покупке дешманских товаров. Нет, меня понесло не в ту степень. Это вообще капец. Короче, мне ничего здесь уже не нравится. Мне просто профессор издевается надо мной, чтобы я собирала сама все. Изучала я тут, читала, читала. С леской я ничего не поняла. Короче, будем ставить вот такой пластиковый нож пробовать. Не знаю, куда ту леску сунуть. Короче, полный бред. Если бы можно было ругаться матом, я бы загнула пятиэтажного мата уже. Короче, все, начинаем. Ставим сначала вот эту защитную штуку. Защитную фигнюшку. Видите, вроде как все пластиковое. Все такое хлипкое. Если что отломается, все сразу капец. Видите, не сильно-то хочет одеваться. Вот тут такие штучки и надо одеть. О, оделась кое-как. Сейчас надо провернуть ее на место. Вот так. Здесь есть, смотрите, такой зазорчик и вот эта пимка. Надо провернуть, чтобы это влезло в это. Но я не представляю, как это вернуть, если это тут все пластиковое. О, вот так. Это капец. Это капец. Не знаю я, короче. Так, потом. Не знаю, как она называется. Ставится вот такая штучка. Вот так она сюда вставляется. Потом надо вот сюда, вот в эту штучку вставить вот эту штучку. Но она почему-то не хочет сюда залезать. Не знаю я, почему она сюда не хочет залезать. Ну, потому что, видите, вот надо эти пластики, видите, надо как-то сейчас его подпилить или что тут сделать. Видите, заусенцы. И все. И она уже не влазит. Никаким боком. Ну, как не хочет залезть. Не знаю, что делать. Ну, что, друзья, при помощи вот такого ножика канцелярского немножко заусенцы подработали. я уже доставать не хочу. И она сюда зашла. Видите, эта штука. Еще интересно, крутится не так. У нас закручивается по часовой, а тут все наоборот, короче. Закручивается против часовой, откручивается по часовой, короче, то есть закручивать надо вот так. Ой, что-то уже и не закручивается. Ой, мамочка твоя родник. Всемогущий Китай называется. Не знаю, почему, но у меня не крутится. Не понимаю, когда просто без этого гайка нормально крутится. Ну, потому что видно все. Раз, и все закручивается. Там уже и закручивается. Не могу понять, почему. Потому что я не вижу ее. Не понятно, как она тут по резьбе, не по резьбе. Это ж резьбу скрутить, это ж дело простое. Исправить уже назад. Ничего ж не исправишь. Вот почему она не крутится. Шел пятый час моих мучений. Ой, вообще капец. Алло, вот этот профессор любит издеваться над пенсионеркой. О, кажется, попала. Вау. Попала, бра. Ура. Видите, когда попала, все хорошо закручивается. Непонятно, до какой, до какой кондиции крутить. Ничего не понимаю. Наверное, уже надо ставить эту штуку. А какой стороной нож ставить? Так, одинаковые, с двух сторонами не одинаковые. Хрен его знает. Похожий какой-то. Тоже, наверное, накручивается. Ой. Так, мама снила ему сторону. Вау. Ой, тоже накручивается. Вот так, накручиваем нож. Ага. Он должен стоять вот так, наверное. Так. Ну, все, значит, получается, нагурчился уже. Так. Это типа прокладка, я так понимаю. Только какой ее стороной? Гладкой или негладкой? Тоже непонятная штука. И такая же самая штучка. А этой стороной? Товарищ Пописер. А то что-то я уже тут запуталась с этими китайскими инструментами. Так. Еще. Ну, я думаю, надо это зажать ключиком взять. Есть вот такой специальный ключик. Ой, не знаю. Вот это так должно болтаться. Короче, надо еще раз. насмотреть инструкцию. Ну, все. Вроде зажала. Мертво. Так. Беремся теперь за ручку. Ой. Вот есть такая ручка, которая ставится вот так. Просто. Чик. И все. Я посмотрела, как в той косилке где-то она вот на таком расстоянии там стоит. То есть мне вот так будет более-менее удобно. Но оно вообще никак неудобно. Я обычно в той косилке вот так вот снизу поддерживаю. И мне так гораздо удобнее, когда косит. короче, эта ручка потом прикрепляется. Так. Сейчас она же повернется неправильно. Неудобно. Так. Короче, есть какой-то тут волчик, какая-то штучка и какая-то дрючка. Вот я ворона. Так. Вставляем сюда. Видите, как хорошо вставляется. Потом вставляем сюда. Так. И берем эту штучку и прикручиваем. Блин. Уже прикручивается по-русски. А не по-китайски. Надо ключом зажать. Ворона номер пять. Так. Наживляем. Потом дринг туда. и потом эту штуку типа крутим. Ну, что там? Не знаю. Это я, наверное, откручиваю. Блин. Зараблю сейчас я тут делов. Так. Все неправильно. Система не бельдрипель. Короче, надо пальцем придерживать, чтобы тут не выскочило. А то, что у меня выскочило. А теперь, когда уже придерживаешь, оно уже не выскочит. Теперь крутим. Крутим сколько нам надо, чтобы поджать вот ручку. О, еще хлипенькая, короче. Хлипенькая, хлипенькая. у меня-то силы, как говорится. Ага-га. Немерено. Сколько я ее буду крутить? Я могу крутить из конца и краю. Уже не надо столько много крутить. хлипенькая. Т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Так, вот, меняем ручку. Видите, тут стрелочка, значит, нажимаем все демо и вытягиваем. Вытягивается очень хорошо. Смотрим, как нам по росту нашему. О, даже можно ровно стоять, не гнуть спину. Нормально вроде, как бы, по росту. Ну что, сейчас будем пробовать подключать аккумулятор и косить. Ножом пластиковым. Народ, вообще, капец. Мне страшно, а если он сломается, у меня сразу инфаркт, микарда, вот такой рубеж, как в том кино. Ну вот, короче, такой аккумулятор. Смотрим, как его тут присоединить. Ой, вот у меня сегодня стресс, вот у меня сегодня стресс. это капец. Так. Ну, вот эти железяки, я так понимаю, должны пройти между вот теми штучками, я так думаю, наверное. Что-то не заходит. Опа. Вот так кнопочку нажимаем и нужно... у меня кнопку нажимаешь и достается, а тут не достается. Вот она. Она, наверное, неприработанная. Ну ладно, сунули, проверим, работает ли. Остается, не достается, уже вопрос 25. Ребята, я так понимаю, включается так, как и моя. Нажимаем на кнопку. О, работает тихонько. Далее не потяжу. Ну что, пойдем попробуем покосить вокруг моей какой-нибудь клумбочки. Ну что, все, попробую косить. Возле камней уже кричит не коси. Так а нафига мне эта косилка? Я возле камней-то и хотела косить. Ну, куда-то леску возле камней этот нож. Мой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok но в комплекте такой хрени нет в комплекте есть только вот такая хрень видите поэтому кожух выкинули нафиг защитный потому что тогда если с кожухом тогда лески вообще во восток остановится как она может косить никак короче вот в эти отверстия сунули леску туда сюда высунули и в это отверстие сунули напротив вот так иначе способа никакого нет леской покосить конечно она тоже будет видите уже по один кусок короче где-то там чик-чик-чик и это как-то изнашивается странно однобоко сейчас попробуем косить трава конечно подзаросла когда меньше трава не запущена конечно наверное бы она тут таким боком выкосила конечно надо делать сапоги и обить сапог чтобы по ногам будет бить конечно же после дня косить их трава конечно огромный а если бы защиты и эту леску сделать так то кост не рекомендовать что только что еще один без животного таких островоков не рекомендовать что-то штуре пышным не рекомендовать что-то не рекомендовать что-то косит горы пополам я уже была на грани срыва быстрее писать производить этому поставщику все заберите у меня это все назад и не хочу этого мучения пока что буду ли это делать гляньте видно вам видно вам скоро минут покосили эту траву все дым идет гляньте все горел капец что его друзья могу посоветовать не в жизни покупайте такой зитрекс за 139 рублей который стоил типа эта скидка была на самом деле стоил 179 рублей так что полная чухня все друзья вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших дела всем пока